ПЕСПЕКТИВНЫЙ КУБИНСКИЙ БОКСЕР ПЕСПЕКТИВНЫЙ КУБИНСКИЙ БОКСЕР ОСЛЕЙС ИГЛЕЙСИС ПРОИДЁТ ПОЕДИНОК 7 НОЯБРЯ В КАНАДЕ. ЕГО СОПЕРНИКОМ СТАНЕТ УКРАИНСКИЙ БОКСЕР ПЕТРО ИВАНОВ, СОНИМАЮЩИЙ 11 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ИБЕФ ВО ВТОРОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. УРАТ ГАССИВ ВЕРНЁТСЯ НА РИНГ ДО КОНЦА 2024 ГОДА. КАК СОБЩИЛИ В КОМАНДЕ БОКСЕРА, ОН ДОЖЕН ПРОИСТИ СЛЕДУЩИЙ БОЙ В ОКТЕБРЕ ИЛИ НОЯБРЕ. КОМПАНИЯ ЭЛСТАР БОКСИНГ ОБЮВИЛА ОБ ОТМЕНЕЕ БОЯ ЖАНКОША ТОРАРОВА ПРОТИВ ХЕСУСА КОРЕИ ПИНТО. ТОРАРОВ ПОЛУЧИЛ ТРАМУ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К БОЮ И НЕ СМОЖЕ СПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕСТСТОЯЩЕМ ВЕЧЕРЕ БОКСА. ОСТАЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ КАРДО В СИЛЕ. Дмитрий Бивул 12 октября выйдет на главный поединок в своей карьере против Артура Бетербива. По информации СМИ, гонорар Бивула состоит рекордные 30 миллионов долларов за данный бой. Свой последний поединок Бивул провел 1 июня, победив Малика Зинадо. Как сообщает обзорватель ESPN Сальвадор Эдригес, Хайми Мункия собирается выступить на родине 14 декабря и возглавит боксерское шоу в Тихуане, а драться планирует с проживающим в США румыном Роналдо Гаврилом. Знаю, что мы не справились с поставленной задачей, но нам следует учитывать все положительные моменты. Именно такой настрой у нас должен быть, позитивный. Посмотрите, чего мы достигли за 11 лет. Это феноменально. Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто был со мной. Какая поездка на американских горках. Но знаете в чем проблема? Она еще далеко не окончена. Мы сделали это один раз, мы сделали это дважды. Сделать это в третий раз нелегко. Но я верю, что это то, чего я могу достичь. Речь идет о том, чтобы делать правильные шаги вперед, усердно работать, совершенствоваться. Это должно исходить отсюда больше, чем с чего-то еще. Прошел всего день, но я знаю, что у меня много этого. Спасибо за вашу поддержку, спасибо, что вы со мной в этом путешествии на американских горках. Пристегните ремни безопасности, потому что в глубине души я знаю, что мы можем нести в эту игру гораздо больше. Британский бокс, я ценю тебя, и давайте поднимемся вместе, вперед. Он никогда не переставал бить и держаться, хотя так и не вошел в боевое русло из-за пропущенного в начале боя сильного удара. Но даже при таких обстоятельствах, он почти нашел способ победить. Энтони набрал отличный ход, его просто рано поймали сильным ударом. Так что Эджей будет опустошен, он будет себя винить и работать над собой. Он не вернется на ринг до 2025 года, а затем мы увидим его снова. Независимо от того, может вернуться Джошуа или нет, я бы предпочел, чтобы он этого не делал. Как и у всех у нас, у Энтони были его дни под солнцем. Он отлично себя показал, завоевал потрясающие чемпионские титулы, защищал их, заработал себе на хлеб. Послушайте, ему нужно элегантно поклониться, и все. На этом конец. Ведь мы не хотим говорить о том, как он пропускает удары в челюсть. Джошуа стал намного лучше в плане мастерства. Парень эволюционировал, когда проходит через всех этих тренеров. Но проблема в том, что когда нужно работать в темпе, у него как бы происходит перегрузка системы. Он не знает, что делать, и теряется, когда нужно быстро реагировать. Он не умеет правильно реагировать, когда нужно принять быстрое решение. Это было видно хорошо, когда Дюбуа шел вперед. Парень действительно умеет быстро сокращать дистанцию. В этот момент он очень взрывной. У него есть в арсенале этот маятниковый отскок. Он отскакивает назад, а потом очень быстро сокращает дистанцию. Это был сумасшедший бой. Я думал, что Джошуа нокаутирует этого парня. Я думал, что он снова станет чемпионом мира. Я действительно в это верил. Я никогда не мог даже предположить, что его так побьют. Все бои в прошлом году и в нынешнем были с хорошими победами и нокаутами. Ритм был. Я действительно думал, что он снова станет чемпионом. А затем встретиться с победителем реванша Усик Фьюри. Он почти вывел из строя Дюбуа. Поймал его, но совершил ошибку. Он наклонился вперед, чтобы пробить апперкот. Выставь этим подбородок. В боксе такое случается. Дюбуа не давал Джошуа опомниться. Джеб держал Джошуа в обороне и позволял ему безопасно выходить вперед, не попадая под удар. Затем Дюбуа поймал Джошуа, заставил его отказаться от привычки стоять прямо и продолжал выцеливать его. В конце концов надо отдать Джошуа должное. Он вернулся в последнем раунде. Но самое смешное, что он стал слишком самоуверенным. Он начал немного садиться, чувствовал себя хорошо, шел вперед, но немного опрометчиво. Мы должны отдать должное Даниэлю. Я снимаю перед ним шляпу и говорю, что он молодец. Там было несколько ошибок, но таковы правила игры. На высшем уровне тонкая грань будет стоить тебе дорого. Вариантов масса. У нас есть Тайсон Фьюри. Даниэль Джебуа сейчас чемпион мира. У нас есть Моз и Таума, которые только начинают свой путь, но уже показывают потрясающий результат. У нас много вариантов в этой весовой категории. Мы можем организовать несколько блестящих боев на домашней арене. В контракте Даниэля нет пункта реванша, но в контракте И.Джей он есть. Если честно, у меня нет проблем с реваншом. Если все стороны захотят его провести и условия будут приемлемыми, то почему бы и нет? Но пока еще слишком рано об этом говорить. Дайте Даниэлю насладиться моментом. В бою с Джошуа он показал, что может сражаться на мировом уровне. В поединок с Дюбуа я должен подраться со своим соперником, с гребаным кроликом. Я снова верну обратно все свои пояса. Я вам это гарантирую. Титул IBF я тоже верну. Когда в декабре я подерусь с Усиком и побью его, я снова буду владеть всеми поясами, которые не должен был потерять. Затем я подерусь с Дюбуа и заберу его пояс тоже. Это мой план. Какого было снова видеть Усика? Александр хороший парень. Он такой как есть. Но он все равно уродливый кролик. Он всегда будет уродливым кроликом. Потому что он мерзкий ублюдок. А на этом у меня все друзья. Оставляйте больше комментариев. Подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok